Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я еду на этой неделе к мужчине, сейчас он в другой стране. Сегодня скидывают мне фото лекарственного препарата, не дешевого, и спрашивают, могу ли купить себе запросы, куда мне перечислить деньги, либо же с ответом, что отдаст их при встрече. Скажу сразу, мужчина до этого не проявлял себя как альфонс или жлоб, но честно, я в супере, почему скинув мне фото и задав вопрос, мужчина не поинтересовался, если у меня финансовая возможность, люди понимают, лекарство не за 5 копеек. Не хочу портить с ним отношения, но мне честно, максимально странно это показалось. Как мужчине ответить правильно насчет этих лекарств, чтобы он понимал, за них нужно заплатить именно ему. Ну, вообще, честно говоря, вот, читая ваш текст, я подумал, что ответ здесь, он на поверхности лежит. А, ну, другое дело, что вам, вот, почему-то этот ответ не пришел в голову, и я подумал о том, что, может быть, это не просто так. Я подумал о том, что, может быть, не просто так, вам не пришло это в голову. Вот, может быть, здесь ситуация немножко более глубокая, чем кажется. На первый, так скажем, взгляд. Вот. Вообще, вот, в этой ситуации, на мой взгляд, ну, наиболее корректно было бы, наверное, просто скинуть свои реквизиты и сказать человеку, вот, моя карта, значит, для перечисления средств за лекарство. Все. Вот. Потому что, опять же, наличка, это такая история, что могут дать, могут не дать, но вот, могут забыть, не могут забыть, могут не забыть, а здесь, в общем и целом, вы просто говорите, что вот, я по реквизиту жду перевода на карту денег, конечно, конечно, куплю без проблем. Вот. Но. Такой ответ, он ведь лежит на поверхности, вот, он, что называется, очевиден, такой ответ. И то, что это не очевидно для вас, и то, что вы боитесь испортить отношения с мужчиной, то, что вы говорите о том, что он ранее не проявлял себя как Альфонс или как жадный человек, на мой взгляд, выдает в вас некоторую тревожность и некоторую неуверенность в себе относительно того, какое место вы занимаете, например, в отношениях, что вы значите, например, для мужчины и так далее. И вот, если в этом заключается проблема, то я бы сказал, что многое зависит от того, как вы с мужчиной выстраиваете эти самые отношения, как вы их формируете, то есть какую бы свою собственную позицию вы демонстрируете, как именно себя вы в этой ситуации проявляете. Вот. Поездка к мужчине в другую страну, на мой взгляд, ну, довольно серьезное решение, как мне видится. Это серьезное решение. И то, что человек у вас просит лекарства, да, вот, конечно, может быть связано с каким-то состоянием психоэмоционального мужчины, вот, что человеку самому нехорошо от того, что он у вас просит, например, потому что человек там чувствует себя неловко из-за того, что вынужден просить у вас, ну, вот, купить ему лекарства, хотя вы там его женщина, да, и, может быть, он не очень хочет быть в такой позиции, мы с вами сильны, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Вариантов может быть много. Вопрос здесь немножко в другом, что ваши отношения на мой взгляд выглядят как излишне формализованы, вот, то есть они формализованы у вас отношения, вот, с, ну, вот, с, мужчин, вот, и это, на мой взгляд, является основной проблемой. Высокая достаточно формализация отношений, их, какая-то такая аккуратность, попытка держаться за хорошие отношения, чем бы, чем бы это ни было. Все это создает некую неестественность, некую наигранность, некую неискренность в отношениях между людьми. Вот, я думаю, что в какой-то момент ваше взаимодействие вы перестали чувствовать себя, ну, как-то, знаете, свободно, вы перестали чувствовать себя с собой, на мой взгляд, вы стали ощущать какое-то давление, вы стали ощущать какую-то напряженность, я бы так это сказал, на мой взгляд, опять же. И это, как мне, видят, является проблемой. Вот, поэтому эта история про то, что насколько вы уверены себя чувствуете, насколько вы уверены можете демонстрировать человеку свою позицию, вот, насколько вы, насколько сильно, вероятно, вы боитесь, боитесь, например, ну, вот, его потерять, да, если вы, если вы, ну, боитесь, его потерять, если вы опасаетесь, его потерять. Ах, вот. И вот это очень важный момент, это очень важный момент, на мой взгляд. И, соответственно, вам уже от этого нужно отталкиваться, отталкиваться, от чего вообще хочу и, да, вот. если я еду к человеку, да, вот я еду к человеку, а в другую страну, то есть, как бы, ну, это серьезное решение, вот. А стоит подумать, наверное, для чего я еду туда, вот, что я хочу, да, вот. Если у меня такие мысли появляются в голове, что мужчина может быть толпунцем, мужчина может быть злобом, вот, то что я чувствую в этот момент, что я чувствую, я боюсь, я сомневаюсь, я не доверяю, не доверяю, вот, и так далее. Понимаете, если бы ваши отношения были доверительными, да, если бы ваши отношения были, скажем так, уверенными в себе, да, если бы они были искренними и так далее. Вот честно, честно, я не думаю, что такой вопрос вообще бы у вас появился. А раз вопрос появился, значит вы ранее уже были на страже, вот, то есть что это значит, что вы были на страже, да? Либо, либо у вас уже был опыт такой, негативный опыт у вас, и вы боитесь, что в повторении тогда можно говорить о неком, неком таком сценарии вашем. Вот, либо есть какие-то намеки, но это может быть так, но вы это игнорируете. Вот, поэтому смотреть, смотреть на эту ситуацию нужно вот с такой точки зрения, с такой позиции. На мой, по крайней мере, взгляд скромный нужно смотреть именно с такой точки зрения, на это. вот, и тогда, я думаю, что вам будет куда более, куда более понятно то, что происходит, например. Ну, допустим. Допустим. Допустим, вам происходит. Примерно. Вот. Такой вот, ну, такая здесь история, такая здесь ситуация. Вот. Как-то так, я думаю. Ну, и то, что вы спрашиваете у нас, по сути. Как вам эта ситуация поступает, да? То есть как ответить? Вот. Точно дает некую, некую такую неуверенность, потому что. Потому что, ну, в жизни ведь, бывает история, когда человек итакивается с чем-то необычным для себя. Или не свойственным для себя. Вот. И нужно, нужно же как-то действовать. Вот. То, что вы не знаете, как действовать. Вот. Ну, говорит о неком внутреннем конфликте. Вот. И вам этот внутренний конфликт нужно разрешить. Нужно разрешить. Помочь разрешить. Вот. Чтобы он вас, условно говоря, не трогать. Вот. Ну, вот, я думаю, примерно, примерно, такой ответ я мог бы вам предложить сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. А с точки зрения моего опыта, который вот у меня есть, там. Вот. И вы могли бы, значит, продолжить работать в этом направлении, чтобы разрешить те предположения, которые у вас есть. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова